Здравствуйте, уважаемые слушатели. Добрый день. Добрый день. В студии Олег Пека. Михаил Губин. У нас как бы и переплёт, и в то же время наша традиционная как бы программа «Разворот». Все-таки давайте предлагаю передавать тебе переплёт. Мы же будем говорить сегодня все-таки о книгах, о сказках. Давайте. Тем более, что у нас сегодня в гостях член Союза писателей России, детская писательница, психолог Анна Гончарова. Здравствуйте. Добрый день. И сегодня, как раз таки, именно сегодня 17 февраля в 17 часов в Доме Москвы состоится творческая встреча. И на этой встрече можно будет, я понимаю, прийти и нужно прийти обязательно будет с детьми, поскольку будет очень много интересного. Но, может быть, вот вы, Анна, расскажете, что сегодня, чем вы порадуете рижских читателей маленьких? Ну, сегодня в 17 часов в Доме Москвы я буду проводить творческую встречу, наполненную играми, загадками. Я познакомлю маленьких читателей и взрослых со своими сказками, которые помогают детям и родителям находить ответы на многие вопросы. Поиграю в увлекательные игры, покажу своих героев, потому что я даже привезла мягкую игрушку, символизирующую основных героев моей серии книг про Еню и Елю. И будет много интересного, будут добрые слова, наполненные хорошими комплиментами в место волшебное, в которое смогут окунуться и дети, и взрослые. Я позагадываю загадки, почитаю свои истории. Ну, надеюсь, всё понравится. Даже будет волшебный мешочек, который скажет о людях что-то хорошее и доброе. И, конечно, подарки ждут тех, кто придёт. Ещё и подарки. А вот вы, собственно, передача-то литературная, вы известны, но очень много написали сказок. У вас три книжки уже вышла про енотов Елю и Еню. А кто прототипы главных героев? Ну, прототипы главных героев, конечно, дети. Потому что енотики из волшебного леса, они символизируют наших детей. Они также учатся, старший брат Ени учится в школе, Еле ходит в детский садик. И те проблемы, которые описаны в историях, те радости и печали, с которыми они сталкиваются, они отражают то, что происходит и с нашими детьми. Потому что там есть истории на абсолютно разные темы. И как важно чистить зубы два раза в день, и как уметь общаться, и понимать других, мечтать, быть отзывчивыми. То есть, в принципе, там в каждой истории есть какая-то мораль? Ну, я стараюсь её делать не навязчиво, но, конечно, она рассказывает о важном, о том, что волнует детей и родителей. Вы, в принципе, считаете, что детская литература как-то мораль всё-таки должна быть? Я думаю, что любой писатель, он, конечно, частично психолог. Потому что он должен не просто создать какой-то мир, но ещё и оставить в душе ребёнка какой-то след, научить его, дать ему какую-то опору. Потому что если мы говорим о разных видах сказок, например, есть сказки народные, которые так и формировались изначально. Люди старались научить детей маленьких из уст в уста, передавая какие-то истины. Почему не надо ходить в лес одному? Почему не нужно разговаривать с чужими? Чего нужно бояться? Чему можно порадоваться? Чему можно научиться? Почему важно что-то делать? И, конечно, они шлифовались, передавались из уст в уста, шлифовались от поколения к поколению. Потом стали записываться, меняться. И сейчас художественная литература всё равно, естественно, особенно детская литература, она задачей ставит детей чему-то научить. Причём мне кажется, что чем дальше, тем больше дети интересуются именно познавательной литературой. Не просто какой-то сказочной историей, которая может научить чему-то в моральном отношении, а плюс ещё добавляется очень много познавательной литературы о мире, о том, как устроена Вселенная, о каких-то правилах этикета. У меня есть книги и про этикет, и про спорт, и про грамотность. И недавно вышла книга «Ей не еле удивительная Вселенная», которая ознакомит с волшебным миром звёзд, рассказывает, какие есть планеты в Солнечной системе, «Какая звезда на небе светит днём». И сегодня на своей творческой встрече в 17 часов в Доме Москвы я тоже детям буду показывать эту звезду, читать рассказ об этом, и дети узнают, почему, оказывается, их иногда тоже называют маленькими солнышками. Кстати, хочется сказать, что встреча абсолютно бесплатная, вход свободный. То есть приходите в 17 часов в Дом Москвы, вас ждёт очень много интересного. И ведь, поскольку мы говорим о книгах, наверное, для маленьких совсем читателей, которые книжки, может быть, ещё даже не умеют читать, которым читают другие, очень важный момент – это иллюстрация. Вот мы просто уже обратили внимание на то, что книги невероятно с красивыми картинками, и, судя по всему, вот у вас уже сложился такой творческий тандем. То есть, ну, видна рука одной художницы, которая… Мутырики везде, вот, одни и те же мысли. Они разные. Мы не путаем детей. Да, у меня… Мне очень везёт на хороших людей, на замечательное издательство «Белый город», на интересные встречи. И вот я познакомилась с художницей Ольгой Чумичёвой, которая иллюстрирует всю серию про Ению Елю. Сказки отражают очень сильно рисунки, суть сказок. И они совершенно волшебные, они нарисованы акварельным карандашом на такой рифлёной бумаге. И там даже форзацы и нагзацы абсолютно волшебные. То есть, например, на одном развороте день, на другом ночь. Та же, одна и та же картинка. Весна и лето. Мы видели вот как раз таки, вот как выглядит сказочная вот страна с енотиками летом. И если перелеснуть пару страниц, такая же иллюстрация осенью. То есть видно, ну, вот насколько… Ну, вы и того же ракурса, вот как изменилась природа. То есть вот для ребёнка это очень такой наглядный материал. Да, да, да. О, зима. Зима. Да, и абсолютно та же картинка. То есть ребёнок может сравнить, что происходит с деревьями, с небом, что делает Ения Еля, главные герои. Улетели ли птицы на зиму, прилетела ли зимняя птица, снегирь. Действительно изучить мир уже по иллюстрациям. Ну, и, соответственно, и стихами, и заданиями, и историями уже. Ну, вот у вас два высших образования – филого-педагогическое, психологическое. Скажите, помогает ли это? Ну, вот насколько ваше образование вмешивается, ну, как бы помогает вам в литературном труде? Конечно, очень помогает, потому что, когда я пишу о детей, для детей я, прежде всего, во-первых, с психологической точки зрения понимаю, какие проблемы могут их волновать. Например, какие-то страхи. У меня есть история про чудище под кроватью, которая – страх такой вымышленного, воображаемого чудовища. У детей 5-6 лет, когда они начинают знакомиться с миром, понимают, что мир не настолько добрый, как им казалось раньше, получают очень много сейчас информации из внешнего мира в плане СМИ, невольно слышат и начинают беспокоиться. Им иногда кажется, что, например, под кроватью какое-то чудище. И он – страх абсолютно вымышленный, и с точки зрения психологии я знаю, что его можно уменьшить, преуменьшить тоже воображением. То есть, например, взять, нарисовать это чудище маленьким, жёлтеньким, смешным, который сам у всех боится, покормить его печеньем, что и делают мои герои в истории. А точно вымышленные? Ну, я надеюсь. Ну, с точки зрения психологии. Я полтергейсту, я пока не пишу, хотя вот у меня вышла, например, новая повесть сказка «Заклинайки». Она в волшебных человечках, которые умеют говорить заклинаниями смешными и вызывать на небе радугу. Конечно, и в особство добавляется. Прилетают феи, которые помогают детям объяснить разные вещи. То есть, конечно, помогает очень сильно и психологическое образование, и филологическое, и педагогическое, потому что я понимаю, как… Надеюсь, что понимаю, как объяснить что-то детям, как их увлечь какой-то темой, в каком форме это можно передать, какими заданиями украсить, и какие проблемы волнуют детей определенного возраста, как о них лучше рассказать и передать, чтобы детям было интересно и понятно. А для какого возраста? Вот серия про енота. Да, серия про енота от 3-4 до 8-9 лет. А вот «Заклинайки» уже до 10-11 лет. Также у меня есть про его и леона тоже. А вот я про енотов-то у некоторых почитала историю. А, конечно, они вот растут или они такими вот остаются? Растут, растут. И у меня сейчас художник должна перерисовывать первую книгу про енотика, где они совсем маленькие. А она уже несколько лет рисует про них уже, где они все возрослеют, взрослеют, все старше становятся, уже еле в школу пошла, не только Еня. И она говорит, как же я буду рисовать их маленьким? Я уже так привыкла, что они уже выросшие. То есть на каком-то этапе тогда вы с ними расстанетесь уже? Сложный вопрос. Очень сложный вопрос. На самом деле я каждый раз думаю, что сейчас я буду продолжать про «Заклинаек», про мальчика с девочкой Ивалиона. У меня есть еще повесть «Сказка» или еще каких-то героев придумаю. И все время подбрасываются новые темы, то о Вселенной, то в год литературы, который был 2015-й в Москве, про грамотность, меня про грамотность, язык попросили написать. И все время я к енотикам возвращаюсь, они уже родные, понятные, а потом очень много людей их любят. Они же могут вырасти и обзавестись уже потомством. Как хорошо, а со старой событиями? Вы не первые говорите, что надо бы как-то их вообще уже сделать взрослыми. Но я думаю, что дело в том, что подача в форме сказочных зверей, она понятна детям лет до 8-9. Потому что они легче ассоциируют себя, маленькие дети, дошкольники, младшие школьники, они даже легче ассоциируют себя со сказочными животными, чем с мальчиками и девочками. То, что мальчик и девочка может быть толстый, худой, рыжий, светлый, темный, немножко отличаться от меня. А сказочные герои, они абсолютно нейтральные в этом отношении, и я легче воспринимаю их собой. Ребенок легче воспринимает. А вот что послужило, так сказать, спусковым механизмом, этим крючком вашему писателю, послужило толчком для создания вот этих историй и книжек? Вы знаете, когда я родилась, на самом деле, действительно, все началось, конечно, с семьи, потому что у меня был дедушка. Да, вот, кстати, правда ли, что вы, что ваш дедушка, прототип кота Матроскина? Да, абсолютно верно. Он дружил с Эдуардом Николаевичем Успенским, и моя мама является первой читательницей Чебурашки, она читала ее еще в рукописи. А прототип кота Матроскина был действительно мой дедушка Анатолий Сергеевич Тараскин, и Успенский хотел его даже назвать кота, котом Тараскиным. Вот, конечно, я знал, что якобы он назвал его котом Тараскиным, и ваш дедушка попросил эту фамилию брать, о чем он в последствии жалел. Да, он сказал, ну что, ты на всю Москву меня высмеешь, на весь союз меня высмеешь, не надо. А потом говорит, хороший кот получился, зря фамилии не поделился. И теперь уже знаменитый кот, и даже торговая малька. Да, да, да. Ну, прототипом действительно является он, поэтому... А что, он на самом деле похож по манере, по прототипу в каком смысле? Ну, Успенский говорил, Эдуард Николаевич говорил, что очень хозяйственный, есть такое чувство юмора, потому что вот этот бутерброд, который переворачивает это именно дедушке, я узнаю дедушку, что все в семью, все в дом, он действительно очень любил его за детей, любил, вот прекрасные отношения были с бабушкой. Вот, наверное, вот эти черты здесь, ну, передались такому прекрасному персонажу. Может быть, это затмевает литературного героя уже мультипликационно. Мультипликационно, да. Голос прекрасного Табакова, Олега Табакова, конечно, немножечко уже уходит. Просто в книжке этот образ, он как-то шире дан, чем в мультфильме, там больше написано. Да, 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 больше деталей. Как всегда в книжках, я считаю, что всегда книжки, конечно, богаче, чем потом их воспроизведение. Ну, то есть книги, они больше отражают то, что хотел сказать автор, потому что потом уже накладывается и видение режиссёра, и видение оператора, если мы о фильмах говорим, уже сценаристы в свою душу вкладывают. Это, конечно, тоже здорово получается, прекрасно, когда ещё несколько гениальных людей добавляют своё мастерство. Но ваши книги пока не переходили на экран? Нет, пока нет. Многие спрашивают, мечтают, и я надеюсь, когда-нибудь это случится. Но у вас с художницей, предвидя уже, наверное, какое-то сотрудничество, как вы настаиваете на каких-то деталях, которые спорите ли с художницей, и у неё же есть какое-то своё видение этих героев? Мне повезло, мы очень как-то гармонично существуем, она читает истории, присылает мне наброски, мы обсуждаем, и, в принципе, сейчас уже чем дальше, тем больше мы совпадаем во мнении, как это должно выглядеть. Ну, один раз, правда, мне пришлось переписать Белочку на Лисичку, потому что она нарисовала вместо Белочки Лисичку, и персонаж изменился, и это было неплохо, было даже интереснее. То есть, получается, легче было вам переписать, чем ей перерисовать? Конечно, конечно. Заменить одного персонажа, который был дополнительным, просто играл вместе с енотиками, они учились играть вместе, на примере истории, брать в свою игру младшую сестрёнку, которую сначала не принимали. И, конечно, там Белочка, там будет Лисичка, было уже не так важно. Мы сегодня ещё раз всех приглашаем. Встреча с 17 февраля в 17 часов в Доме Москвы. Приходите со своими маленькими читателями. Будет встреча творческая с Анной Гончаровой. И перед тем, как мы начнём принимать ваши звонки, телефоны 67-212-93-9, 67-213-93-9, пишите в чате. Мы хотели бы, может быть, послушать ваши, вот как раз-таки я понимаю, что эта сказка будет именно вашим голосом записана. Диск нам просто принесла Анна, Еня и Еля, сказки, которые помогают. И вот одну из этих сказок мы до перерыва на рекламу и новости обязательно сейчас послушаем. Да, я хочу отдельно сказать пару слов об этом диске. Он был создан совсем недавно. Мы его создавали вместе с великолепным композитором, музыкантом, продюсером, исполнителем, автором песен Сашей Виста, который тоже читает там часть истории. И каждой истории он придумал свою неповторимую волшебную мелодию. И диск получился невероятно увлекательный, чудесный. Там собраны истории из шести разных книжек, шесть историй, ой, из шести разных книжек, десять историй. На тему доброты, умение замечать хорошее, на тему ниточек, которые связывают сердца, на тему волшебного места, в которое сегодня тоже попадут присутствующие на встрече. Люди поучатся говорить друг другу комплименты, добрые слова. Такие добрые, хорошие истории из серии про Еню и Елю. «Еще больше хорошего» называется эта сказка. История «Еще больше хорошего» из книги Анны Гончаровой «Новые истории про Еню и Елю». Как-то раз Еня с Елей играли на полянке. «Посмотри, какие красивые облака плывут по небу», – мечтательно сказал Еня. «Да, они похожи на цветы в большом красивом саду. А вон то громадное облако на большую-большую гору». «А зачем нужны облака?» – спросила Еля. «Они делают дождь». «А зачем нужен дождь?» «Дождь дает воду каждой травинке, листику, дереву, иначе все бы засохло». «А я люблю бегать в сапогах по лужам после дождя», – весело заметила Еля. «А я люблю радугу. Знаешь, как она получается?» «Нет, как?» – спросила Еля. «Это капельки дождя светятся на солнце», – объяснил Еня. «Давай поиграем в такую игру. Будем находить в хорошем хорошее». «Это как?» «Ну, например, солнце. Ты знаешь, как здорово, что оно светит. Но что еще хорошего есть в солнышке?» «Солнышко дает тепло». «А еще?» – спросил Еня. «От него всегда радостней», – сказала Еля. «Когда день солнечный и настроение теплое», – заметил Еня. «А еще цветочки к нему тянутся, раскрываются», – воскликнула Еля. «А еще солнышко никогда никого не обижает. Просто светит и дарит свое тепло», – заметил Еня. «И можно пускать солнечных зайчиков», – весело сказала Еля. «Как здорово!» «И все это только с солнца», – улыбнулся Еня. «Когда замечаешь хорошее, его становится еще больше». Енотики очень полюбили эту игру. Ведь на свете столько удивительного и прекрасного. Книжки, игрушки, мультики, игры, сюрпризы, праздники, друзья, родители. Замечая хорошее, становишься сильнее. А мир вокруг радостней и прекрасней. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова На болткоме «Разворот». Мы продолжаем. Я напомню, что сегодня у нас в гостях член Союза писателей России, детская писательница Анна Гончарова. И сегодня в Доме Москвы в 17 часов можно прийти со всеми своими юными читателями, друзьями, знакомыми на встречу творческую, где будет и много сказок, и сюрпризов, и подарков, и каких-то очень интересных вещей. Телефоны, вот вы можете звонить, тоже задавать вопросы 67-212-93-9, 67-213-93-9. Вот до ухода до рекламы мы начали говорить о том, что же вас подвигло на создание, сочинение сказок, вот как появилась эта тяга и вообще в вашей семье. Да, в семейных традициях. Да, да, да. На самом деле, конечно, всё начинается с семьи, и у меня была семья творчески-литературная, потому что дедушка был, как я уже говорила, и драматургом, и писателем, писателем, и заслуженным деятелем культуры МРСФСР. Да, он был автором мультфильмов про утёнка-музыкантов, как утёнок-музыкант стал футболистом, волшебное лекарство, замечательные есть мультики детские по его сценариям, и книжки были. И поэтому у нас в семье была, вот я росла в такой атмосфере, когда было у кого-нибудь день рождения, мы обязательно сочиняли стихотворение или песню, делали какую-то газету. Поэтому, наверное, очень важно, когда дети растут, увлекать их творчеством, помогать им что-то придумывать, уточнять, творить, мастерить, делать. Сейчас очень многие, мамы, многие родители молодцы, они действительно с детьми вместе валяют, вместе рисуют, делают какие-то аппликации, поддерживают в детях вот это вот творческое начало, творческое развитие. И кто знает, в какую форму это потом вылезет. Но есть и такие, которые просто уют ребёнка к компьютеру. Вот именно, смартфон, планшеты. То есть вот это, в принципе, не является ли угрозой вообще для ребёнка, потому что он теряет какое-то вот тактильное какие-то ощущение связи с миром, вот то, что можно вот руками что-то изменить? Я думаю, что, конечно, в наш век мы никуда не денемся от информационных технологий, от того, чтобы таких дети сейчас действительно приучены к планшетам, приучены к технике. Мы такими не были. Но я считаю, что это не страшно, если этого в меру. Если кроме того, чтобы ребёнок играет в какую-то игру или изучает что-то на компьютере, он идёт, гуляет, он занимается каким-то спортом, он посещает интересные занятия, он читает книги. А книги, конечно, развивают гораздо сильнее, чем просто визуальная информация. Потому что, когда мы читаем книгу, задействуются совершенно другие структуры мозга. Это и воображение, и память, и мышление. Совершенно по-другому развитие идёт. И поэтому очень важно, чтобы ребёнок приучался к чтению. А приучать к чтению нужно именно контактом с книгами, чтобы ребёнок видел, что в книге есть дома, что их читают, их обсуждают, их дарят. Чтобы была возможность прийти в книжный магазин, где выбрать кому-то подарок, именно книжный. Например, сегодня на моей встрече ребёнок же придёт не куда-то, не просто в какой-то зал, он придёт в книжный магазин, в Дом Москвы, который наполнен книгами, и уже почувствует, как это волшебно, что там, где есть книги, происходит что-то чудесное, удивительное и прекрасное. Ну и, конечно, сказка на ночь. Сказка на ночь – это особое волшебство, когда ребёнок, я думаю, даже вплоть до подросткового возраста, он может забираться вечером под одеяло, укладываться поуютнее ему, когда мама, папа, бабушка или дедушка читает ему хотя бы пять, хотя бы десять минут какую-то сказочную историю, или даже ту книгу, которую он читает, немножечко почитает вслух, окунувшись в этот волшебный мир. Для ребёнка чтение постепенно становится волшебством, к которому он тянется. А кроме того, книга, она всегда с нами, её не надо заряжать, её не надо, её можно просто взять с собой, и ребёнок всегда погрузится в любом месте в этот мир. А вот если говорить о вашей семье, какие книги вас воспитали, что вам подсовывали родители? Я думаю, что, конечно, наши классики, это и Успенский, и Сергей Михалков, и Самуил Яковлевич Маршак, и Юноморец, и, наверное, вот русские народные сказки, конечно, с рисунками Билибина, я помню, как это рассматривалось книжкой, какие они были вкусные, они были какие-то ароматные. У меня Сутива, например, дома я до сих пор помню. Сутива великолепна для малышей, и вот эти истории в иллюстрациях, это гениально, просто гениально. И, конечно, естественно, в каждом возрасте подбиралась, предлагалась своя литература. Я считаю, что очень важно ребёнку искать книги, которые ему интересны в данном возрасте. Вот нестандартно брать, что сейчас, наверное, по программе нужно читать то-то и то-то, или я в детстве любила эту книжку, а нужно смотреть, что заинтересует ребёнка, потому что он может быть другим, может быть, ему что-то нужно познавательное или детективное, или с какими-то заданиями. И мне всё время подсовывали какую-то литературу. Я увлекалась Сибеляевым, Джеком Лондоном, и Острюд Лингрен. И смотрела на крыши, мы жили в центре Москвы, я смотрела на крыши, на домик, и уверила, что там живёт Карлсон. Поэтому ребёнка надо погружать в это вошедство, и предлагать как можно больше книг, чтобы он искал, что ему нравится, что ему интересно. А вот сейчас, скажите, вот современная литература, русская, детская, это вот дело энтузиастов таких вроде вас же? Нет же такой же системы. Мне кажется, что только Гарри Путер сплошной. Я думаю, сейчас появляется хорошая литература, есть книги. Нет, но я вопрос, может быть, уточню, что раньше всё-таки это было как бы делом государственной системы, а сейчас вот как будто бы ощущение, что всё рухнуло, и просто издательство издаёт, просто что продаётся, то и издаёт. Вот Гарри Путер известен в Голливуде, и вот они что-то продают, его читают, а остальным-то можно ли пробиться детским писателям современным? Конечно, сейчас сложнее, чем было раньше. Раньше были заказы на миллионные тиражи по всему Советскому Союзу, и это было прекрасно. И если автор получал заказ, он уже знал, что книгу увидит своих читателей и попадёт в разные наши страны, в разные библиотеки. Сейчас, конечно, сложнее, конечно, сложнее в этом отношении, но я уверена, что всё-таки хорошая литература, она передаётся из уст густа. Моя серия, вот у меня уже тираж более 100 тысяч суммарный, и больше 20 книжек, и идут постоянно переиздания этих книг. Хотя никакой рекламы, никакой такой поддержки сильной, кроме поддержки издательства и моих вот стараний и выступлений. Чем более поддержки государства. Да, тем более, ну, сильные поддержки государства. Я считаю, что сейчас, конечно, тенденция улучшает, сейчас в библиотеках очень много интересных мероприятий проходит. Сейчас проходят интереснейшие фестивали, например, вот Москва 6 июня прошлого года, и в этом году будет фестиваль книги России, фестиваль книжной на Красной площади. Такие вот такие вещи, они очень поддерживают. То есть интерес к чтению, возможность авторам проявить себя, показать, что мы есть, показать, что мы можем что-то интересное. В Белоруссии, вот буквально вы же приехали из Минска, буквально была книжная ярмарка. Да, я приехала с отличной книжной ярмарки в Минске. Она чудесная международная книжная выставка-ярмарка, и на ней было очень много интересных мероприятий, представлено издательство. Я была... Мои книги продавались на стенде чудесной газеты «Книжное обозрение». Ее редактор Александр Набоков, они делают очень много для того, чтобы поддерживать, вот как раз поддерживать книги, писать рецензии на какие-то интересные новые издания, брать интервью авторов. Эта газета в этом году исполнилась 50 лет. Она одна из старейших и крупнейших, самых, наверное, главных книжных газет Москвы, России, вообще Советского Союза. Когда-то, да. Мы заговорили. И сейчас тоже, сейчас она одна из самых таких главных, считается, остаются, слава Богу, и многие люди на ярмарке я смотрела, очень интересно подходили и брали, увидели эту газету и говорили, ой, книжное обозрение, и, пожалуйста, мне экземпляр, я собираю, я коллекционирую, я интересно прочитаю, мне, пожалуйста, все номера, которые представлены. Это здорово, интересно есть. Мама работала в книжном коллекторе, как раз-таки вот книжное обозрение тоже к нам часто попадалось, она приносила, и вот мы изучали. А есть ли, ну, сейчас в России, например, какие-то, я не знаю, критики, которые пользуются авторитетом, которые, кто может порекомендовать? Вот книги действительно кому верят, кто скажет, что вот обязательно прочитайте эту книгу, обратите внимание на эту книгу? Сложно мне ответить на этот вопрос. Я понимаю, что вот многие газеты, есть журнал «Читаем вместе», есть газеты «Книжное обозрение», где вот пишут, освещают таких конкретно критиков, вот на вскидку не могу назвать, кто бы. Но многие занимаются, и хорошие, и писатели многие занимаются обзорами какой-то литературы. Но в основном в журналах просто описываются. Такого вот именно людей. В колоночках, в рубриках, на какие-то рецензии ставятся. Вот мы заговорили про детские библиотеки, и хотелось вот как раз-таки спросить вас о будущем детских библиотек, вот каким вы его видите, потому что, с одной стороны, ведь я помню прекрасно те времена, когда в Риге было огромное количество, тоже вот, ну, библиотекой для самых маленьких, для подростков. Я ходил на улице, тогда это была, по-моему, улица Карла Маркса, называлась сейчас, значит, Гертрудинская. Там было сразу две библиотеки друг напротив друг. Сейчас в одной, и сейчас в одной, по-моему, кафе, в другой сейчас... Цветочный магазин. Цветочный магазин. То есть там, ну, вот эти библиотеки закрылись. То есть считается, что... Я не знаю, по какой причине, но вот... Ну, мы собственность, собственники зданий, просто им не выгодно библиотеки держать. Вот в России насколько с детскими библиотеками хорошо ли или плохо? Конечно, тоже по-разному, но сейчас, насколько я понимаю, и государством в том числе активно поддерживаются все-таки библиотеки, и получают какие-то дотации, и там все больше, все чаще. Я очень много выступаю в разных библиотеках по разным городам России, и за рубежом, и я вижу, что, во-первых, очень стараются работники библиотек, которые... Я была в Астрахани, в Центральной детской астраханской библиотеке. Они переодеваются в персонажей сказочных, и выходит, не знаю, которого тоже вместе с детьми учат, как пользоваться абонементом, как вовремя возвращать книги, как это здорово и интересно, какие есть залы в библиотеках, о чем они рассказывают. И везде, где я бываю в библиотеках, они говорят о том, что... Сотрудники говорят о том, что это место, куда дети могут просто прийти и сделать уроки, даже из неблагополучных семей посидеть, отдохнуть, что-то получить, какую-то толику добра и тепла и радости, и опять-таки связанную с книгами. И я считаю, что будущее библиотек, конечно, в развитии, максимальном развитии вот этих мероприятий, которые там проходят, потому что там проходят очень... И во взрослых библиотеках, и в детских очень много интересных встреч, интересных конференций, каких-то праздников. Библионочь проходит по всей России. Не знаю, проходит ли она. Нет, у нас нет. У нас в апреле, по-моему, в третью пятницу или в четвертую апреля проходит такое мероприятие для взрослых Библионочь, для детей Библиосумерки, когда в библиотеках практически по всей стране и в главной детской библиотеке РГДБ я выступала несколько раз, устраивается настоящий праздник. То есть там в каждом практически помещении, в каждом читальном зале и в центральных каких-то конференц-холлах проходят представления, проходят какие-то встречи с авторами, проходят интереснейшие спектакли. Дети могут где-то порисовать, где-то поиграть. У меня даже в книге про «Е не еле знакомство с феей грамотности» есть история про Библию Ночь, которая помогает детям получить представление о том, что в библиотеках происходит много удивительного чудес. Но я желаю, чтобы у вас тоже так было, чтобы библиотеки всё-таки не закрывались, а наоборот открывались, и получали возможность развиваться, расти. И это прежде всего важно, конечно, для развития чтения, для самих детей, которые имеют возможность лишний раз прикоснуться с удивительным миром книг. В России есть книжный магазин, я знаю, в Москве, в Петербурге, который работает всю ночь. Вот это моя мечта. У нас как-то нет. Да, да, да. У нас есть крупнейший магазин «Библиоглобус». У нас есть целая сеть книги, новые книжные книги, дом книги «Москва». То есть, конечно. Вот, по-моему, как раз напротив, который Моссовет, книжный магазин «Москва», он, по-моему, там работает ночью точно. Вот, по-моему, да. По-моему, я там ночью, к сожалению, не была, но я недавно заходила туда в один день ночи, и он работал. И когда ты идёшь мимо, ты можешь зайти в магазин, полистать, посмотреть. Мне кажется, что вообще в книжных магазинах, там тоже, кстати, происходят очень часто встречи с авторами. Вот как мы сегодня будем в доме Москвы, я буду встречаться с читателями в пять часов, так и постоянно у нас в Москве происходят разные встречи, какие-то авторские чтения, какие-то музыканты. У меня недавно захожу в магазин, а там какой-то дуэт на виолончеле и на скрипке играет мелодию волшебную. И люди сидят, пьют кофе в окружении книжек и слушают красивую мелодию. Я желаю, чтобы как можно больше интересных мероприятий было там, где есть книги. Потому что... Ну вот, кстати, об обратной связи. Наверняка ведь эта обратная связь происходит через библиотеки, через встречи с читателями. Но, наверное, есть какие-то возможности связаться, написать вам, поблагодарить за книги. У меня есть сайт agoncherova.ru, на котором есть моя почта. И недавно даже произошел случай. Я несколько лет назад, какое-то время назад, года два, наверное, я получила такое письмо. У меня приходят письма с благодарностями. Я получила письмо thank you, danke, merci под заголовком. Я подумала, что это спам. Открываю. Там написано от девушки из Минска. Написано, что спасибо вам на всех языках мира за то добро, которое вы дарите своими сказками, делитесь, которым вы делитесь своими сказками. И вот на Минской ярмарке ко мне девушка это подошла. Она увидела, что я там буду, что будут мои книги. И сказала, вот это я вам писала, спасибо вам большое. Мы даже сфотографировались. Было очень тепло и приятно от таких встреч. Поэтому, да, agoncherova.ru Буду рада любым отзывам и пожеланиями на почту. Я смотрю, что ваши герои, они обрастают. Вот красиво так называется мерчендай. То есть эти герои, они уже начинают обретать, выходят на рамки книг. Они появляются и на календарях, и появляются аудиоистории. Вот как ваши отношения складываются? Ну вот, может быть, вы расскажете еще о том, что дополнительно, кроме книг, можно увидеть и порадовать ребенка. Все можно увидеть ваших героев. Еще. Ну пока это в основном, конечно, книги. Ну недавно вышел календарь времена года. Очень красиво. Там на каждый месяц подобрана пословица, рассказывающая об этом месяце. И маленькое стихотворение, которое может познакомить ребенка даже в форме загадки, помочь ему догадаться, о каком это месяце стихотворения. Например, про февраль стихотворения, как они пытаются, как они стараются. Все равно коротким самым он в году считается. Или про май. Сады цветами одеваются, поют ночами соловьи, учеба в школах завершается, теплее, длиннее дни. И ребенок может догадаться, какой же это месяц, когда же за учеб завершается учеба. А вот что у вас с волшебной мешочкой, хочется спросить? Волшебной мешочке? У меня есть волшебный мешочек, который говорит о вас всю правду. Я сейчас предлагаю вам узнать о себе всю правду. Хорошо, мы вытащим. Никогда не обманывай. Рискните, рискните. Хорошо, я вытаскиваю. Я тоже буду еще. Вы смелый. У меня написано, тебя кто-то очень любит. Ну, волшебный. Так, ну-ка, посмотри, что у меня. Что мне говорит? Волшебный мешочек мне сообщает, ты умеешь делать чудеса. Вот так вот. Видите, только правду. Оставьте себе на память. Спасибо. Да, такой у меня волшебный мешочек. У меня очень много находок, когда я творческий человек, и поэтому, когда я устраиваю свою встречу, у меня есть и плакаты, и мягкие игрушки, и феи, и овощи, и фрукты, когда я загадываю загадки об овощах и фруктах, и какие-то мешочки, и волшебное место, где говорят добрые слова. Да и вообще, мне кажется, одно из самых удивительных волшебств случилось, поскольку шли дожди, и такая была очень мрачная у нас погода. И вот именно сегодня выглянуло солнце. Настолько какой-то такой вот, хотя и холодный день, но с другой стороны, вот он настолько солнечный, настолько сухой, настолько какой-то, ну вот, яркий, насыщенный каким-то теплом, добром. Хочется как-то действительно поделиться и невольно связать с вашим визитом в Ригу. Спасибо. Я надеюсь, что это я, может быть, действительно привезла вам солнышко. Ну, вообще, Рига солнечная для меня. Она, я первый раз в вашем чудесном городе. Для меня она вот такой, в памяти останется такой солнечной, красивой, нарядной. Я, кстати, проезжала вчера мимо вашей библиотеки национальной, национальной библиотекой Беларуси. Латвии. Да, очень красивое здание, подсвеченные были вечером ступенечки. И захотелось туда зайти, захотелось узнать, что же там внутри происходит. Я так вот тут понасколько понял, что представитель этой библиотеки, директор, если я не ошибаюсь, даже будет на этой встрече сегодня с вами. Это будет возможность тоже, наверное, ваши книжки затем уже почитать, взять, почитать. Тем более, что я знаю, что в библиотеке у нас есть целый этаж, посвященный как раз-таки детской литературе. Там всё сделано для детей. Там и маленькие стульчики, и столики для детей. То есть я надеюсь, что там эти книги обязательно появятся. К сожалению, как нам сообщили в магазинах «Полярис», только под заказ ваши пока книги можно достать, заказывать. Но я думаю, что если будет таких заказов много, наверняка они тоже появятся у нас. И сегодня в каком возрасте детей приводить на встречу с вами? Я думаю, от 4-5 лет и до 10. То есть старший дошкольный, младший школьный возраст, им будут интересны мои рассказы и загадки. Кстати, вот я вот взял книжку вашу «Заклинайки». Обычно книжку пишут, для какого она возраста. А у вас там написано «Книга для чтения взрослыми детям». Но при этом написано, что она для… Там ниже есть, что она для юношества, для детей и юношества. Развивается, что эту книгу именно должны читать родители. Нет, не обязательно. Просто иногда пишут, чтобы это было так легче. Легче её оформить, легче её реализовывать. Это книга для такого возраста, когда и родители могут её читать. На самом деле, конечно, это уже для более старшего возраста. Но, как я уже сказала, в любом возрасте, включая до подросткового, точно здорово, когда родители берут книгу и читают детям, когда устраиваются семейные чтения, когда на ночь дарится такое волшебство. Это очень объединяет и погружает в ребёнка ещё больше волшебный мир литературы. Не получится ли так, что герои ваших книг будут постепенно немножечко подбодрастать? То есть, эта планка, скажем, будет немножко подниматься, возрастная со временем. Я тоже думала, что у меня уже становятся более серьёзные книги на тему вот этикета, на тему спорта и олимпиады, на тему звёзд, вселенной. Удивительная серия пополняется какими-то познавательными вещами. А потом у меня издательство, когда я выступала на Берлинском фестивале на международном, восьмом, я года полтора назад выступала, представляла детскую литературу в Германии. И очень большой интерес увидели именно там, к книгам для малышей. Все подходили и спрашивали, а есть ли что-нибудь у вас для двух-трёх лет? И мы пополнили серию маленькими книгами, такими со стихотворением, заданиями, картинками про овощи, фрукты, формы и размеры, времена года, цвета, разные водоёмы, там стихотворения, задания, картинки. И получается, что серия пошла, наоборот, в сторону такое уменьшение возраста. Поэтому совершенно непредсказуемо. Она такая разрастается и неожиданно сама живётся какой-то своей жизнью. У нас, к сожалению, вот так незаметно пролетел час, что, в принципе, пора нам заканчивать. Мы ещё раз тогда пригласим всех. Приходите. Вход совершенно свободный. Сколько поместится вот в конференц-зале в Доме Москвы на встречу с детской писательницей Анной Гончаровой, с героями её книг. И будет очень много действительно сюрпризов и приятных каких-то и загадок, и подарков, всего-всего. Спасибо вам за то, что нашли время посетить нас. Спасибо. Мне очень понравилось ваше радио. Очень приятно было с вами общаться. И замечательный у вас слоган. Мы знаем, вы слушаете. Спасибо.